всем привет итак сегодня я думаю у нас завершительная часть по и движку дефолт вот сегодня надо добавить в этом видео сбор монеток и это все я делаю по руководству вот то есть прям вживую читаю руководство и делаю и это бывают появляются косяки или невнимательно прочитал или поспешил но это такое так вот мы уже сделали по руководству вот то что вы сейчас видите у нас бежит жаба анимация есть она прыгает вниз она помирает но вот здесь помирает и все и уровень идет дальше но жабы уже нету и так надо добавить монетки сейчас она у нас просто бежит есть препятствия платформы вот и теперь нужно добавить монетки и так как мы их добавим но написано перетяните вот это coin монетку вы 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 левел и матч с но в картинке так как это имя конфликт cancel тут наверно уже есть а если все есть хорошо значит нам нужно открыть левел атлас так открываем и правой кнопкой добавить картинку и добавлять мы будем давайте тут напишем coin вот монетку добавили дальше монетку мы добавили теперь нам надо создать под эту монетку объект coin game object что мы и сделаем так добавляем game object так и назовем его coin coin есть есть добавили теперь 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 открываем эту coin и теперь ну я думаю уже понятно надо сюда к этому объекту добавить нашу картиночку то есть добавить компоненту и добавить спрайт и спрайт у нас вот он выбираем level atlas и выбираем coin есть это есть так теперь надо добавить object collision ok добавляем collision object ну я так понимаю сюда надо бокс или сферу надо было там да лучше сферу потому что потому что так добавим вот сферу и давайте эту сферу увеличим так и вот она вот вот так вот есть collision object добавили что надо делать дальше дальше конечно же надо добавить группу для этого collision object то во первых выбрать кинематик дальше группа группу добавляем и называем пикап то что можно поднять так пикап есть а маску да это то 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 с кем ну эти группы мы уже знаем вот эти маски с кем он может как бы иметь столкновение или что-то такое так вот вот герой с героем будет проверка и соответственно мы можем определять как бы наступили мы на эту монетку или не наступили соответственно для этого нам надо открыть героя объект героя где он вот он у нас и герой и вот здесь в collision object в маску добавить вот эту вот группу пикап и здесь мы уже видим до что герой столкновение героя происходит с объектами из группы геометрия опасность и пикап есть сделали так дальше дальше по аналогии с предыдущими видео да и действиями нам нужно так где у нас эти где у нас эти объекты более вот добавить скрипт coin так добавим скрипт вот и назовем его coin coin окей так и теперь откроем этот скрипт ну я скопирую все это с руководством код этого скрипта да и чё у нас тут у нас тут он message start animation я так понимаю если мы наступим на эту монетку то есть если герой столкнется с монеткой то и герой отправить сообщение start animation то вот эта монетка должна проанимироваться есть теперь что нам нужно сделать дальше ну открыть coin object и вот здесь добавить компонент from файл добавить вот компонент файл и нам нужно добавить этот скрипт есть скрипт добавили вот то есть уже игровой объект уже есть какой-то обработчик есть колишен object вот модель как бы столкновение и есть картиночка есть и так дальше теперь нам нужно сделать так чтобы эти монетки появлялись 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 так сейчас сейчас у нас на наших платформах вот так значит нам нужно открыть платформу объект платформы вот и установить добавить 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 фабрику но фабрику мы уже добавляли мы уже помним для чего это так добавить фабрику дальше этой фабрике установить айди айди будет называться coin factory coin factory есть теперь теперь надо аналогично нам сделать для для длинной платформы хотя я вот для этой платформы кстати я же для длинной платформы так и не делал не делал ну да ладно это будет только на маленьких платформах вот так и чё нам надо сделать нам надо открыть скрипт платформы а вот и кое-что тут модифицировать и что нам нужно модифицировать но как минимум вот здесь нужно написать сел . coins coins равно пусто да дальше файл говорят добавьте вот такой вот функцию файл хорошо что-то тут удаляется дальше нам надо добавить функцию которая будет создавать монетки то есть фабрика которая будет создавать монетки и я копирую вот вот эти все функции прям их за руководство а вот есть coin factory set parent start animation это все такое так и он массаж он массаж он массаж есть его надо модифицировать кстати в руководстве почему-то вот этой функции нет апдейт они есть она все нормально так добавили теперь 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 чем мы делаем дальше теперь говорит открой контроллер скрипт открыл и вот здесь где мы устанавливаем высоту там платформы нужно добавить local coins я так понимаю количество монеток или чего 3 сделали так 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 дальше дальше нам нужно сделать так чтобы они появлялись у нас на платформе хорошо так тут где-то рандом вот если рандом больше чем 0 5 то так сейчас я прочитаю блин то тут для длинной платформы ну давайте не будем для длинной платформы все-таки для маленькая сделаем так надо объявить локальную переменную local coin равно количество монеток равно это у нас coins тоже имена совпадает что ли coins coins действительно интересно вот делаем устанавливаем количество а если это длинная фабрика то coins равно coins умножить на 2 вот так дальше дальше нужно добавить сообщение сообщение после того как определиться сколько все-таки монеток будет после того как фабрика создаст нам платформу нам нужно еще установить скорость вот с несет спид стоит все нормально нам нужно это тоже нормально нам нужно единственно отправить сообщение о создании монетки вот есть сделали так вроде бы все чё тут чё тут еще надо блин говорит все вот прототайп мазби специфайт какой чё где а coin вот мы не установили прототип да и чё сейчас я погодьте да действительно не установил прототип но это пропустил пропустил здесь нужно было еще coin factory установить прототип ну то есть по какому подобию да там какой объект брать для создания так теперь давайте запустим так вот бежит жаба копача и вот у нас монетки 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 бежит 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 а чё-то длинных этих платформы нету а чё их нету одни они маленькие кстати ну это где-то косяк в скрипте вот кстати тут еще как мы видим не нету никаких подсчетов очков там и все такое но на этом руководство заканчивается и все вот да у нас только короткие платформы почему почему так long платформы long factory давайте еще раз посмотрим левел 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 где у нас коин а где у нас платформы а чё coin factory здесь а вот же он геймом так это платформа гол а это у нас ладно короче фиг его знает где то что то я пропустил но на результате после недолгих мучений даже особо не мучений у нас получилось хоть какая то да и игра вот но этот пример ну даже не но просто этот пример есть 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 у нас то есть на официальном сайте можно вот я вчера 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 а как закрыть project я тут даже толком с этой дешки не разобрался вот вот этот пример но он получше конечно он есть на официальном сайте можно скачать и помимо этого можно еще скачать там несколько других примеров ну давайте в принципе давайте еще скачают и посмотрим по быстреньку чё тут еще есть итак я тут запустил несколько открыл примеров но так уже чуть-чуть конечно меня потормажет у меня 4 открыто вот давайте запущу первый jlfv а вот что там не подсказывают что это панжельное окно какая-то игра level 1 а я как как я играть а надо выбирать одинаковые и понял вот так как это ладно а если вот так а можно их даже вот такой короче вот игрушка такая да возможности здесь можно посмотреть в этих примерах давайте посмотрим дальше какие еще есть примеры там есть один интересный сейчас вы его увидите давайте давайте пройдем наверное как-то эту игру вот болель не тупанул вот так а надо соединить походу все эти шарики хар а так нельзя болель тоже тупанул походу все да все больше ничего так ладно закрываем так и вот это мы закрываем это раз примерчик теперь окей так теперь еще один примерчик что у нас здесь у нас здесь как раз вот эта игрушка а не давайте к ним к нему перейдем попозже вот у нас игрушка то что то что мы делали а вот но это на официальном сайте она тут допили надо доделана вроде блин нет это моя игрушка ладно сейчас я открою давайте это тоже закрою вот и оставим так и вот давайте посмотрим вот этот примерчик здесь у нас демонстрируется возможности ну камера я что то не понял что за камера вот но здесь можно машинкой управлять вот я управление не очень удобно но она едет в принципе по воде может быть вот это я не знаю я так понимаю это если джой а не это я мышкой клац и вот и она поворачивает что то она не туда поворачивает что такое б что такое а непонятно ладно коллижин вот это интересно смотрите то есть показывается возможности этого движка вот у нас падают всякие объекты и столкновение довольно интересно то есть в принципе да можно Angry Birds уже пилить то есть сделать свою Angry Birds на базе этого движка модель столкновения я думаю позволяет все это делать вот дальше дальше GUI ну что у нас здесь демонстрируется можно кнопочки менять можно картиночки увеличивать уменьшать динамически можно чтобы тут что-то анимировалась в каком-то блоке прозрачность какая-то загрузка большие кнопки бутон 2 бутон 1 какая разница непонятно ладно потом 3d материал я так понимаю нужно 3d очки надеть чтобы здесь что-то там увидеть но она как бы немного заметно что чуть-чуть расплывчато вот но тоже 3d можно какие-то материалы есть спавнинг что за спавнинг фиг его знает но вот у нас что-то крутится какие-то непонятные непонятно вообще как их назвать люди не люди вот и давайте я сейчас открою ту игру которую делали по я делал по документации и посмотрим ее окончательный вариант итак загрузил я этот окончательный вариант и вот то что было бы после допиливания вот доработки есть подсчет очков есть вон длинные платформы есть жизни количество которых может уменьшаться ой даже есть кровь как вы видели он порезался и брызнуло вон вот и даже фон какой-то есть как вы видите он меняется он тоже динамичен двигаются какие-то планеты куда-то летят так ну давайте окончательно помрем давайте башкой сюда на тебе game over спасибо я понял все так оно идет ну вот вот так вот то есть что можно сказать движок очень неплохо на самом деле мне понравилось не не так все сложно вот упрощено до такой степени до которой можно было упростить да нужно познакомиться с луа вот и читать документацию этого движка и можно вполне неплохие приложения игровой игровой формы создавать вот модель столкновения тоже очень неплохо сделано и работает плане производительности даже не знаю ну подозреваю что производительность здесь как бы не очень все-таки такие движки жрут немало производитель процессорной мощности вот но и компьютеры сейчас не то что были было раньше там однопроцессорные да много ядерные много оперативки поэтому я не думаю что будет это все заметно вряд ли вы конечно создадите gta 5 или 6 на этом движке ну я думаю как-то можно извратиться но но это надо компьютер я даже не знаю каких мощностей чтобы хотя бы ну более-менее так рисовала вот ну короче движок неплохой поэтому если вам интересно попробуйте что-нибудь сделать вот свое по руководству не по руководству вот ну и как было написано это создаются игры кросс платформе то есть поддержка платформ следующий android ios linux windows а html5 даже вот кстати давайте с билд html5 я забыл да где-то этот билд идет а где как его увидеть что-то не вижу ладно сейчас паузу нажму паузу вот она в html5 блин помер я пятом просто 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 было уже заметны тормоза ну да это html браузер просто запускался браузер долго вот но да подтормаживает но это у меня подтормаживает потому что у меня ноутбук не очень скажем так вот загружен куча всякой ерунды стоит там так вот в принципе как мы видим неплохо так тормоза тормоза ладно поэтому наверное не буду больше снимать вас времени блин пишите комментируйте подписывайтесь создавайте игры пишите может быть есть тоже подобные какие-то игровые движки они сложные и возможно если у вас руки не доходили то я посижу посмотрю что за движок возможно тоже сделаю обзор а вот поэтому всем спасибо за внимание подписываемся делимся и все такое всем пока